всем привет у микрофона данил добро на канале быстрый пк в этом видео я расскажу вам про windows 11 я ее недавно поставил и что я заметил первое это у нас панель как мы видим она сильно изменилась и давайте перейдем в параметры и я покажу как ее лучше всего настроить выбираем у нас персонализация пункт и как мы видим тут у нас появилось несколько тем во первых белая и есть темная тема давайте-ка мы включим все теперь у нас выглядит вот таким вот образом вот у нас очередной лак с календарем еще есть один лак тут с переключением раскладки клавиатуры то есть если я сейчас буду переключать клавиатуру переключать клавиатуру мы будем наблюдать вылезающее окно вот оно вылезло еще сейчас как мы видим оно вылезает не критично но выглядит система от этого немножко сыровато вот как мы видим тут есть несколько темных тем есть несколько светлых отличаются они у нас обоими как мы видим вот обоими отличаются как мы видим везде у нас скругленные окошечки все скругленное все такое аккуратненько смотрите как вы еще есть такая фишка можно переключить вот таким вот образом и выбрать какой-то дополнительный экран допустим быть у нас будет браузер все прекрасно работает я тут даже решил зайти на youtube все проверил все работает загружаются также быстро сайты и еще по поводу панели я так и не показал как ее до настроить чтобы она выглядела нормально скажем так вот панель пуск она называется я оставил показать недавно добавленное приложение и показать не наиболее часто используем приложение если мы вот этот пункт не уберем то у нас будут показаны еще документы то что многим не понравилось оказывается это все можно легко отключить я поставил правда обновление перед этим windows 11 сразу прилетел как я установил так что возможно если у вас этой функции нет нужно просто обновиться так давайте-ка мы включаем этот пункт посмотрим что изменилось видите появились файл отключаем файлов уже нет нотиком давайте-ка все отключим и как видите тут появляется такая заглушка заглушка типа зайдите в меню параметры и чего-нибудь донастроите по идее в идеале чтобы в microsoft эту просто функцию полностью убирал уже тут есть вот это кстати можно добавить типа папки это у нас вот эту панель к выбираем проводник его уже не будет тут для удобства но возможно есть смысл немножко это поднастроить под себя не критично на мой взгляд вот есть несколько тем как мы видим так контрастность темы можно выбрать в общем довольно много настроек ну я себе оставлю пожалуй вот эту тему на данный момент кстати сейчас у меня все анимации отключены так давайте-ка посмотрим как и включить отключить как мы это сделаем классическим давайте-ка способом заходим в проводник работают комбинации клавиш как и windows 10 давайте-ка сразу про проводник чем он хорош на мой взгляд изменения которые были сделаны вполне были логичны и я не вижу ничего критически неудобного вот выделяем и можно сразу вырезать скопировать переименовать либо отправить очень удобно переименовать переменуем файл enter все переименовалась отлично дальше можно удалить выделить поставить галочки если у вас этих пунктов нет смотрите тут мы видим вот видите показать отображать навигации брожи ценим область просмотров флажки элементов вот они как раз который еще ставил расширение мин файла файлов и скрытые файлы элементы можно показать и они теперь начали начали показываться так тут у меня никаких скрытых элементов нет он в документах есть вот ведь в документах есть скрытая папочка все отлично с правильником разобрались мне он понравился каких-то серьезных недостатков я не увидел заходим свойства компьютера возможно конечно к этому надо еще немножко привыкнуть но я уже довольно быстро с этим все освоился и видим характеристики нашего ноутбука в данном случае у меня ноутбука huawei my book 13 не процессор как мы видим райзен 5000 3500 и века 8 графика windows 11 16 10 2021 дата установки сборка 22 30 22 30 258 21 h2 версия я читаю для тех кто смотрит там в низком качестве если вдруг такие у нас есть тут у нас есть диспетчер устройств старенький как windows тут он у нас со скругленными краями принципе везде скругленные края почти работают очень мало где они не работают тут также можно включить дополнительные параметры системы тут у нас параметры быстро действия давайте-ка добавим анимаций посмотрим их отображение тени и добавим выражительным корпусом мыши короче все эффекты включим и применим это все окей вот теперь у меня все с эффектами все как если вы их никогда не отключали скажем так ну мне лично вот эффект открытия сворачивания окон не особо нравится я их обычно все отключаю в принципе с эффектами выглядит тоже вполне неплохо также вот у меня есть такой тут лак как я уже говорил с календарем вот еще стоит у меня программа от huawei все прекрасно работает я проверил ей данный ноутбук на всякий случай она не выдала никаких ошибок все нормально работает также не тут скорее стоит в общем скриншотер он тоже работает все проблем никаких не возникло ну давайте проверим точно он работает нормально я его не проверял не сохранил файлы ну все работает сохранить отлично сохранилась вот как мы видим уведомления тут вылетают все вот так вот как-то вот вместе не очень конечно красиво но не так уж прям это и плохо то что календарь и с уведомлением объединили тут например можно все настроить поменять местами что-то удалить что-то добавить как мы видим несколько режимов бредовать режим смотрите добавим раскраску клавиатуру уберем и вот таким образом все поставим готово вот звук яркость а параметры у меня уже открыты поэтому не работает талак и в целом все у нас тут абсолютно нормально и по по поводу производительности так как у меня процессора md некоторые говорили что тут есть какие-то проблемы так давайте-ка мы посмотрим ну тут у нас работает вот это вот комбинация правая кнопка мыши нажимаем у нас открывается немножко вот тут он немножко не открывается тут немножко вот так вот выглядит можно будет настроить вид отображать значки рабочего стола можно скрыть их все все это работает как windows 10 я бы не сказал что прям все тут прям очень плохо вот ведь есть пункт обновить параметры экрана можно зайти персонализация показать дополнительные параметры это в общем классические параметры windows 10 если вдруг что-то не работает скажем так все сделано довольно грамотного давайте еще раз немножко про панель тут можно так вот менять местами все чтобы добавить в это избранное можно вот так вот сюда зайти и открепить вот тут вот так увидим пролистывается теперь закрепить все оно появилось вот видите вот эта заглушка на все-таки не работает так что я хоть что-нибудь сюда включу показать недавно добавлено приложение и все вот когда появилось такое приложение начала работы оно мне не очень понравилось оно как мы видим немножко тупит даже просто при загрузке в общем оно ни о чем показываете бы как пользоваться windows довольно мало всяких пунктов инструкции в общем приложение мне это не очень понравилось бесполезная вещь как мы видим не она тормозит на мой взгляд можно открыть типа проводник как им пользоваться инструкции прям минимум почти что нет я бы сказал так то есть это самое такое пустое это приложение которое только можно только себе придумать еще кстати маркет обновился давайте-ка я вам тоже покажу он стал таким более красивым на мой взгляд более понятным но приложение такие же как и windows 10 во всяком случае я не заметил разницы так вот у нас paint есть классический paint 3d тоже есть они скрыли почему-то классические приложения так убеска я сейчас через нее все записываю microsoft edge разумеется браузер я обновлялся как я обновлялся кстати я скачал просто утилиту софт сайта вот он windows 11 installation как бы это помощник по установке windows 11 первая ссылка на в сайте скачал другое я открыл его в сайт microsoft не скачал можно сейчас его кстати покажу вам как я его открывал добрадор windows 11 вот так он выглядит и я просто нажал вот этот помощник установки windows скачал его давайте-ка я сейчас покажу вот он у меня качается вот тот же самый через него я все поставил обновлялся он windows у меня примерно 5 часов но если у вас интернет побыстрее работает то наверное будет обновляться часам уже 4 он несколько раз перезагрузился во время обновления где-то раза 3 или 4 и все обновилось и после того как обновилась то есть по у меня поставил windows 11 немножко отличается вход у меня сохранился и пароль всю сохранилась все без всяких проблем да кстати обратите внимание что у нас тут и как работает так ну кстати как мы видим тут у нас еще есть такая фишка можно сюда нажать но почему-то не работает да она почему-то в этом приложении не работает давайте-ка тут работает а вот тут работает наводим мышку и можно выбрать куда поставить и так же работает конечно же комбинация с клавишами тоже удобно да это работает скажем так большинство вроде комбинации с минус 10 все работают каких-то проблем я не заметил также тут еще появилось вот такое приложение для связи как-то я его еще не попользовался тут как вы видите предлагает нам пойти давайте-ка мы откроем в общем чем-то он не понравился тем что он сразу показывает все номера телефонов так что я не понимаю смысл этой штуки как-то конфиденциальность тут по моему на самом низком уровне который только можно себе представить в параметры зайдем вот конфиденциальность так что тут у нас еще есть вот такая панелька новости ну можно что-то поменять местами немножко под настроить под себя может быть вам тоже это будет интересно нужно ему также тут есть такая комбинация чтобы да что-то настраивается но не очень хочет как было раньше также тут есть у нас поиск панель можно открыть стандартную кому-то она нужна мы ищем через поиск панель управления все работает все также со скругленными как мы видим краями открывается система все прекрасно также вот если мы сюда нажмем то у нас можно найти диспетчер устройств диспетчер задач остался таким же как и на windows 10 немножко поменялся по-моему значок только и в принципе это и все изменения каких-то вроде значительных изменений я не заметил температура уводится вега 8 у меня графика и процессор ryzen 5 3500 ум падение производительности я не заметил каких-то серьезных увеличений как бы скорости работы тоже особо не заметил ну вроде бы стал он запускаться по моему побыстрее чем на windows 10 но прям я бы не сказал что это прямо очень заметно может быть на машинах послабее это будет более заметно но в данном случае я не заметил как бы серьезных отличий по скорости работы работы по производительности все осталось на том же уровне я вот проводил вот такой вот тест конечно такой простенький тест но на мой взгляд он тоже показывает хорошо быстродействие системы такие же результаты как на windows 10 в общем никаких проблем не возникло на этом я тогда завершаю свое видео мне понравилась данная операционная система советую ее ставить но если ваш компьютер не поддерживает данную операционную систему лучше наверное не ставить данную операционную систему потому что изменение минимум а если вы ее поставите и что-то не заработает то как бы но куча времени потратим для того чтобы вернуться обратно на windows 10 и так далее так что лучше ставить только на поддерживаемые компьютеры данную операционную систему потому что она немножко больше потребляет ресурсов чем windows 10 как мне показалось потому что здесь какие то вот это вот панелька непонятная вот это вот вот какую еще и какая то вот такая штука типа рабочие столы в общем в целом мне все понравилось и как но некоторые возмущались по поводу windows 11 я прям таких серьезных недостатков не заметил только несколько балага это вот с календарем и с раскладкой клавиатуры все больше таких серьезных критичных лагов нет настройки мне понравились они стали более понятны проводник тоже стал более понятным и красивым на этом у меня все спасибо за просмотр до встречи в следующих видео в следующих видео